Девушки отдыхают Она избавится от тотального диктата отца и инсценировала собственное похищение. Теперь она свободна. Вот только цена оказалась очень страшной. У мамы не выдержало сердце. Она умерла. Как жить теперь с вечным чувством вины? Я считаю, что он недостоин. Вообще, какого наследства? Да и она вообще-то недостоин наследства. Я просто как будто мало денег. Первоклассник застрелил из ружья собственного отца. Теперь психологи решают, как ребенку жить дальше, а как делить наследство покойного, решает суд. Они мне всегда помогают. Говорят, да мы вырастим этого ребенка настоящим мужчинами. Нет, это не таком, как переделать это. Женщина является отцом мальчика. Такое возможно. Если когда-то у этой женщины были мужские органы и мужские клетки ДНК. Истец Игорь Антошин обратился с иском о взыскании компенсации расходов на лечение и погребение. Ответчик Алена Антошина уверена, что ничего отцу не должна. Истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я требую с моей дочерью, чтобы было ей полностью оплачено лечение, а также растраты, которые понесли на похороны ее родной матери, моей жены Оксаны. Она совершеннолетняя. Ей 18 лет. Она обязана нести ответственность. Ситуация такая получилась. Мы воспитывали дочь нормально. Старались, чтобы она ни в чем... А как будто я выросла ненормальной. Тебе слова еще никто не давал. Ни в чем не нуждалась. Но где-то упустили какой-то момент. Получилось так, что она начала уходить из дому надолго. Она начала покупать себе украшения. В общем, занималась тем, чем угодно. Только не училась, как надо. Папа, я все время старалась. Не училась, как надо. Я все время училась. Слово не давали. Рот закрыла. Я решил следующим образом. Не давать ей денег. Полностью оградить от того общения, с кем она общалась. Он все время диктовал мне, как жить. Я не диктовал тебе. Я сначала тебя просил. Ответчик, ответчик, ответчик. Я просил тебя, а ты начинаешь. Скажите, пожалуйста, а что, вы просите денежную компенсацию в качестве наказания вашей дочери? В качестве наказания моей дочери. И вот почему. Что случилось? Когда я прекратил ей давать деньги, что она умудрила? Она инсценировала свое похищение. Да потому что у меня не было больше выхода. И отправила своей родной матери. Я хотела выйти из этого круга. Я хотела уйти из своего диктаторства. Ваша честь, тебе без слова не давали, я сказала. Ответчик, ответчик. Да мне никогда не дают слова. Ответчик, ответчик, я предоставлю вам слово. Подождите, пожалуйста. Ваша честь, вот телефон мамы. На этот номер телефона была сброшена вот эта эсэмэска. Мы похитили вашу дочь. Требуем пятьсот тысяч. После этой эсэмэски у моей жены случился удар сердечный. Я сразу вызвал скорую помощь. Вот доказательства, справка. Они очень быстро приехали. Если бы они задержались, я не знаю, что бы случилось. Забрали ее, положили в реанимацию. Потом вышли, сказали, что все нормально. Но нужна срочно операция. Операция тяжелая. Такую операцию делают только в Москве. Мы живем восемьсот километров от Москвы. Для меня важно было спасти свою жену. Я нашел специальный автомобиль. Специалисты. Сделал заказ на этот автомобиль. Заплатил за этот автомобиль. 320 тысяч рублей. Посчитал. Операцию сделали. Сказали, операция прошла успешно. Теперь реабилитация. К сожалению, у нее очень слабо сердце. В общем-то, не получилось реабилитация. И она умерла. Потому что у нее сердце слабое. Мне пришлось срочно ехать договариваться за место на кладбище. Я до того, как договорился место на кладбище отвезти жену назад, начал проверять, откуда эта смска. Начал звонить дружкам этой дочери. Дочери. Третий там звонок или четвертый. Мне говорят, она отдыхает. Отдыхает. На даче отдыхает, веселится, гуляет, что угодно делает. Беспокойства никакого нет. Я рассказал о ситуации, что, к сожалению, мама в реанимации ее. И что вы думаете, ни звонка, ничего. Приехав домой к себе, я увидел. Нету ее вещей. Она тихонечко, тихонечко собрала все вещи и куда-то умотала. Я давай выяснять, где она есть. Не могу найти. Я затратил, похоронил свою жену. Затратил. Да. Кладбище. У нас старое кладбище, закрытое. Я договорился место. За место я заплатил 400 тысяч рублей. Памятник 230 тысяч рублей. Памятник. Да ты из денег и памятник выстроил. Я из денег выстрою, если нужно будет. Только где ты была в это время? Что ты творила? Естественно, а сколько ответчик отсутствовало, скажите? Более двух месяцев. А вы в тот момент, когда вы получили информацию, что с ней все в порядке, вы не стали обращаться в милицию? Нет, не стали. А привлечь к уголовной ответственности людей, которые вам направили эту СМС? Я хочу, чтобы моя дочь почувствовала, что она несет вину. Мне ее друзья, я с этими ее друзьями и так разберусь. Потому что тебе важно, чтобы я к тебе приползла на колени. Приползешь, никуда не денешься. Никуда не денешься. Истец, будьте добры, пожалуйста. У вас есть все документы, которые подтверждают понесенные войны отходы? Да, ваша честь. Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти. Истец, скажите, пожалуйста, наследство, вы приняли наследство? Наследства еще нет. Пожалуйста, я вас слушаю, ответчик. Ваша честь, я иском не согласна, потому что я считаю, что обвинять меня в смерти матери, это как минимум нечестно. Нечестно? А вот это честно? У мамы было больное сердце, виноват в этом ты. Так, ответчик, скажите, пожалуйста, сейчас речь не идет о виновности или невиновности. Сейчас речь идет о компенсации денежных расходов. Скажите, пожалуйста, могли бы вы обосновать, почему, с вашей точки зрения, расходы на лечение и погребение вашей мамы, истец должен был нести единолично и самостоятельно? Но я сейчас, я только сейчас стала работать официанткой. И я не могу покрыть эти расходы. Да ты могла бы давно и давно работать. Нечестно, на момент смерти вашей мамы и на момент того, когда ваш папа оплачивал все эти расходы, вы работали? Нет, я работать стала только... А вы учились? Не закончили. А, истец, вы учились? Да. После этого, те затраты, которые ваш папа понес на погребение, на памятник, вы уже работали к этому моменту? Да. Вы считаете, вы должны были нести эти расходы? Я считаю, что я их не могу понести, потому что моя... Да потому что тебе наплевать на маму. Тебе только Гера нужен. Тебе больше никто не нужен. Это неправда. Я люблю маму. Гера там ползает. Да. И ты будешь ползать по помойкам. Истец, истец, истец. Ну, ответчик, я не говорю, у нас, понимаете, вообще в принципе, ну такая, знаете, такая общечеловеческая позиция совпадает с законодательной. Пока депутаты туда не дошли и что-то там не стали менять, когда расходы на погребение, ну это и есть согласованные действия между родственниками, либо добровольное поведение одного из них. Разные бывают случаи, бывает неожиданно, бывает у кого-то есть деньги, у кого-то в сию секунду нет денег. Поэтому, ну, как-то там люди садятся и между собой, как правило, договариваются. С ней нечем разговаривать. Она не слышит, слушать не хочет. У нее только одно на уме. Естественно, с другой стороны, вы добровольно в этот момент несли все эти расходы. Понимаете, в чем дело? У меня не было другого выхода. Вы добровольно приняли на себя эту обязанность. Совершенно точно. Добровольно. Вас никто к этому не понуждал. Не понуждал. Вы не можете мне представить доказательств того, что вы звонили или разговаривали с ответчиком, а она вам сказала, нет, я ничего не буду оплачивать. Хотя такое тоже бывает. К сожалению, я не позвонил. Да, собственно говоря, я не знал, где она находится. Это выяснилось гораздо позже, благодаря моим знакомым, что она с Герой где-то пропадает. А то, что у нее денег ни копейки нет, но у нее есть недвижимость. Сразу она живет с Герой, снимает квартиру, пусть продаст свою недвижимость и пусть почувствует, почувствует, что такое деньги, как они зарабатываются, привыкла. Это юридически, это моя квартира, я имею на нее право. Право только имею. Истец, это очень своеобразные расходы, которые у нас с вами возникают. Поэтому опять существует общее правило, что наследники несут расходы. Ответчик вместе с вами ведь не приступила к принятию наследствия. Ну еще нет, да. Еще пока нет. Ну я так думаю, она так и хочет, чтобы унаследовать. Да или нет? Да, я пойду к хитаре и сюда. Вот оно, да. Потому что по праву моя квартира. Зачем тебе деньги нужны? Ответчик, нет, по праву это не ваша квартира. Пока из того, что мне изложила истец, это брачная собственность. Поэтому одна вторая доля там принадлежит истцу. Ответчик, будьте добры, пожалуйста, поясните мне. Это опять же добрая воля вашего отца, что по этой смс-ке он не обратился в правоохранительные органы. И против вас, и вашего там знакомого, приятеля, подельника, называйте, как угодно, не возбудили уголовное дело. Вы это понимаете? Да. Вы зачем это сделали? Зная, что у мамы больное сердце, вы зачем сделали? Да потому что я не могла больше жить под этим диктатом. Под каким диктатом? Таким мы всю жизнь, мы всю жизнь, понимаешь? Ответчик, развернитесь и уйдите, раз не можете жить. Развернитесь. Вот я так и сделала, я развернулась и ушла, потому что я больше не могла жить. А смс-ка зачем прислала? Чтобы деньги себе получить? Ответчик, нет, вы развернулись, ушли и захотели 500 тысяч. Да потому что мне тогда, я сейчас работаю, тогда у меня не было денег. А сейчас истец обратится в правоохранительные органы. Да я сделала, что не подумала. Да потому что мне негде больше братья. Не подумала, потому что нужно слушать отца. Вы два месяца не думали? Вы не думали два месяца? Ой, так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Я считаю, что он недостоин вообще какого наследства. Да и она вообще-то недостоин наследства. Да просто кому-то мало денег. Отец хотел научить сына первоклассника стрелять из ружья. Научил. В результате именно из этого ружья семилетний мальчик выстрелил отцу в голову. Теперь у ребенка нервный стресс. А жена и старшая дочь покойного делят наследство. Они мне всегда помогают. Говорят, да мы вырастим этого ребенка настоящим мужчинами. Это не таком, как в переделок. Отдадут ли ребенка женщине, которая сменила пол? Чему может научить мальчика тот, кто сам не захотел остаться мужчиной и считал, что его пол – это ошибка природы? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства в иске о взыскании соответствующих расходов, вызванных предсмертной болезнью матери, а также расходов на погребение умершей матери, считает необходимым отказать. Суд отказывает от удовлетворения заявленных исковых требований, предъявленных к дочери умершей, потому что она не приняла наследство после смерти матери. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения, возмещаются за счет наследства и в пределах его стоимости. В соответствии с правилами части 1 статьи 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требования о возмещении таких расходов предъявляются к наследникам умершего, которые приняли наследство, а допрены принятие к наследству к наследственному имуществу. Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследников. В данном случае ответчик, как дочь, наследница в первой очереди, такое право не реализовала, не приняла на себя обязанность по возмещению расходов, связанных со смертью матери. В настоящее время участие в расходах, вызванных смертью матери, является только моральной обязанностью дочери. В данном случае вы должны сделать вывод соответствующий, исходя из законодательных требований. В том случае, если вы приступите к принятию наследства, и это наследство будет для вас выделено, то у ИСА возникает право на требование на возмещение расходов. Истинный ответчик, суд огласил свое решение, дело законное. Решение суда. В иске отказать. Возбуждать уголовное дело я против своей дочери, конечно, не буду, но я найду способы и заставлю ее подчиняться мне. Как бы дальше ни сложилась моя жизнь, отец в ней не будет принимать никакого участия. Я надеюсь, что после принятия решения суда он наконец-то от меня отстанет. Истец Анна Мальцева подает иск о признании недостойным наследникам. Представитель ответчика Надежда Мальцева иск не признает. Заявляет, что все случившееся было фатальной ошибкой. Слушается дело Мальцевы Анны Максимовны с исковыми требованиями о признании несовершеннолетнего недостойным наследником. Вы являетесь представителем несовершеннолетнего ответчика. Да. Вы мама несовершеннолетнего законного представителя. Будьте добры, через судебного пристава свидетельство о рождении для того, чтобы суд установил ваше родство. Истец, а вы, если речь идет о недостойном наследнике, я так понимаю, что вы дочка от первого брака? Да. Пожалуйста, я вас слушаю. Я хочу, чтобы Егора Мальцева, сына этой девушки, признали недостойным наследником. Наследство моего отца. Вы к нотариусу ходили? Да. Заявление писали? Да, писали. Мой отец, он был богатым очень человеком. Он жил в частном доме, и 8 лет назад он женился вот на ней. Это моя бывшая одноклассница. Через год у них родился сын Егор, сейчас ему 7 лет. Моего отца было хобби, он коллекционирует оружие. И по выходным он любил стрелять из своих ружей, и Егора тоже к этому приучал. По банкам они стреляли во дворе. И вот в один прекрасный день, якобы случайно, Егор застрелил отца. Из-за этого же его же ружья. Ну, в смысле, якобы случайно? Случайно это произошло? Случайно. Ничего не случайно. Егор, он вообще хулиган. Да ты бред, несешь, ему 7 лет. Ты вообще соображаешь, что говоришь? Егор хулиган. Он вообще постоянно какие-то пакости делает. Постоянно с этими палками, с какими-то стрелял. Он ребенок, он активный. Он активный, естественно, он будет таким. Я даже не могу к ним в гости нормально прийти. Какие-нибудь там, не знаю, выстрелы мне в спину, еще какие-то шуточки непонятные. Постоянно вот у него, он как звереныш какой-то маленький. У него постоянно носит эти милеты, как дикарь. Он маленький, ему 7 лет. Любит он и по банкам стрелять, и все. Ты его сама настроила стрелять. Да я вообще была против этих банок. Истец, истец. Вот. И, в общем, убил он отца. Выстрелил, прям в голову ему попал. Я прошу признать, сын недостойный наследником. Потому что он убил отца. И я считаю, что он недостоин вообще никакого наследства. Да и она вообще-то недостойна наследства. Да просто кому-то мало денег. Естественно, по факту произошедшего, было возбуждено уголовное дело. Правильно? Чем у нас закончилось? Прекратили уголовное дело. Признали, что это несчастный случай. Вот у меня есть документ. Стоп, 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 ответчик. То есть вы считаете, что вы знаете больше следователей? Да, я знаю больше. Потому что я знаю, как она вышла замуж за него в 17 лет. Простите, пожалуйста, отказ в прекращении производства по делу вы обжаловали в установленном порядке? Я буду обжаловать его. Когда? Ну, в ближайшее время. В ближайшее время. Я вас слушаю. Ты бы изучила вначале все. Ты бы изучила. Я вас слушаю, ответчик. Да, я хочу вам рассказать. Просто я в тот день была, когда это все произошло. Я рассказываю. У нас был пикник. Что вы мне сейчас пересказываете? У следствия уже все установило. Что вы мне пересказываете? Я просто хочу сказать, что она не права. Что мой сын достойный наследник. С чего это он не должен получать наследство? Потому что ты специально заранее придумала всю эту схему. Максим, помолчи, пожалуйста. Максим любил. Кто заранее придумал схему? Ответчик заранее придумал схему, как получить наследство отца. Вы можете это доказать? Да, она вышла замуж в 17 лет. Пожалуйста. Я вас слушаю. Она не работала ни разу после школы. Она все время говорила, что она выйдет за богатого мужика, который будет ее обеспечивать. Вот она вышла в 17 лет по залету. Если ты не понимаешь, по какому залету? У нас летний, несовершеннолетний. Был запланированный ребенок. Вышла по залету за моего отца, чтобы получить его деньги. Она долго придумывала, как ей получить деньги. Наконец, придумала такую схему, где никто не окажется виноват. У кого-то просто зависть, тебе денег мало. Где и сын не окажется виноват, потому что он несовершеннолетний. И она. А скажите, пожалуйста, вы то же самое следователем излагали, да? Да. Такую же тупость кричала. Что вам следователи сказали? Может, они что-то другое сказали, в отличие от меня? Ой, в вашей части не говорили все то, что... Нет, с вами я разговариваю. Что следователи вам сказали? Вот после того, как вы все это изложили. Ну, ничего они не сказали. Нет, они следователю вам не сказали, что когда вы утверждаете, что ответчик придумал такую схему, которая, с вашей точки зрения, примерно выглядела так. Если ваш покойный супруг, ваш покойный папа, каждую субботу, как я поняла из того, что я прочитала, из того, что говорите вы, имея право на хранение и использование охотничьего оружия, выстраивал банки и стрелял по этим банкам, это было его хобби, это было его развлечение. К этому развлечению он в том числе и приучал вашего ребенка. Хотя я была против. Исходя из ваших показаний, которые вы дали на следствие, вы были против данного развлечения. И считали, что малолетнему ребенку не стоит заниматься тем, чтобы стрелять по пустым банкам. Что в данном случае, когда произошла смерть вашего отца, ружье самопроизвольно выстрелило, находясь в руках несовершенной... Не самопроизвольно. Он сам нажал на курок, и оно выстрелило ему в голову. Да ты одно и то же повторяешь. Я буду обжаловать. Естественно, я никак не могу понять, почему вы все это не доказывали на следствие. Я буду обжаловать, потому что в ближайшее время... Нет, вы на следствие почему все это не доказывали? Я старалась доказывать. Да она сообразила просто потом, что ей молодеет. То есть ответчик, с вашей точки зрения, должна была что, вложить или что, заставить вашего папу приучать ребенка к стрельбе по банкам? Она постоянно настраивала Егора, чтобы он стрелял, чтобы он ходил, эти хулиганы, палки, вот эти все и все. Так, суд удаляется, я принесу решение. Далее в программе. Они мне всегда помогают и говорят, да мы вырастим этого ребенка, настоящий мужчина. Мне это не таком, как переделок этот. Женщина является отцом мальчика. Такое возможно. Если когда-то у этой женщины были мужские органы и мужские клетки ДНК. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, в иске о признании недостойным наследником несовершеннолетнего сына умершего, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в иске о признании недостойным наследником несовершеннолетнего сына погибшему, потому что в соответствии с действующим законодательством недостойными наследниками могут быть признаны граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В данном случае действия несовершеннолетнего сына были следствием квалифицированы соответствующим образом, и он не признан в совершении противоправных действий, которые носили умышленный характер. То есть несовершеннолетний не совершал умышленных противоправных действий, направленных против отца, которыми он пытался бы призвать себя к наследованию. Поэтому он не может быть признан недостойным наследником. В данной ситуации это подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела, о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего. Следствие не установило умышленности в действиях несовершеннолетнего. Следовательно, он не может быть признан недостойным наследником. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело за счет. Прошу всех встать. Решение суда. Выске отказать. Я буду бороться дальше. Я не оставлю эту выскучку, ее сыночка. Просто так. Я докажу. Я знаю правду и докажу, как все оно было на самом деле. Как они убили моего отца. Я знала, чем это закончится. Что эта дура ничего не докажет. Она всю жизнь не завидовала. Ну, пусть дальше ходят по судам позориться. Истец Евгения Агафонова подает иск об установлении отцовства мужчины, которым она была до смены пола. Ответчик Валентина Михалева иск не признает. Так, Евгения Владимировна, я бы хотела уточнить. Вы представляете чьи-то интересы? Ваша честь, я Агафонова Евгения Владимировна. Я отец Михаила Киселева. Я желаю быть нормальной матерью своему сыну. Ответчик, ответчик. Я понимаю прекрасно, что ситуация достаточно неадекватная. Я понимаю прекрасно, что ситуация достаточно неадекватная. Как правило, это делается на основании паспорта, который предъявляется. У вас есть с собой паспорт? У меня все документы, ваша честь, есть. Перед судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Ваша честь, я начну с главного. Я родилась мужчиной. Но это ошибка природы. Вот есть свидетельство о перемене имени. Правильно? С Агафонова Евгения Владимировича на Агафонову Евгению Владимировну. Да, пожалуйста. И перемена эта произошла совсем недавно, если я правильно поняла. Да, это произошло совершенно недавно. Это было 22 июня 2017 года. Я вас слушаю, пожалуйста. Так вот, я никогда себя мужчиной не ощущала. Я всегда чувствовала, мыслила как женщина. Я прошла через все унижения и оскорбления. Но оказались люди, с которыми я была давно знакома с детских лет, которые встали на мою сторону. И от них я узнала, что мой давний друг Рита, с которым мы дружили, у нее родился ребенок, который назвали Михаилом. Ему уже 10 лет. К сожалению, жизнь так сложилась у нее, что она умерла от наркотиков. Я знаю, где живет бабушка с моим сыном. Я ходила к тому дому, я смотрела на этого ребенка. Этот ребенок копия я. Я сдала ДНК. ДНК – это мое. Я имею двойное гражданство. У меня есть свой бизнес. Поэтому я в состоянии взять на себя не только опеку, а заботу о своем сыне. Я понимаю, что это несовершенно. Ваша честь. Если бы я узнала, что у меня есть ребенок раньше, я бы не пошла на тот путь исправления себя. Я бы сделала все возможное, чтобы остаться отцом. Но я этого раньше не знала. Теперь что-то поменять слишком поздно. И я прошу Вашу честь дать мне возможность быть нормальной и настоящей матерью. Но на сегодняшний день Вы мне предоставили свидетельство не просто о перемене имени, а о перемене Вашего пола. То есть Вы, простите, гендерному признаку не можете исполнять функции отца. Почему? Не функции отца. Я требую исполнять. Я желаю стать нормальной матерью. Матерью, я Вас поняла. Благодарю Вас за уточнение. Пожалуйста, я Вас слушаю, ответчик. Ваша честь, я под страшной вот казнью не отдам ребенку этому чудику. Вот надо додуматься бабе подать в суд в установлении отсутствия. Ответчик, я Вас прошу, пожалуйста. Это не основание для Вашего возражения. Истец провела операцию по медицинским показаниям. Мы это с Вами не обсуждаем. Мы с Вами говорим сейчас о следующем. Истец доказывает свое биологическое отсутствие. Отцовство. И при этом Вы просите признать Вас биологическим отцом. Да. Передать Вам ребенка, правильно? Для того, чтобы Вы его воспитывали как мама. Именно так. Я считаю, что в этой Европе вообще стыд потеряли. Да подождите, ну какая Вам разница? Знаете, что самое главное? Вот что я хочу Вам сказать? Какая Вам разница до Европы? И самое главное, Европа тоже. Ну какая разница до нас? Ваша честь, я хочу сказать, что нужно проверить вообще психическое вообще состояние вот Истца. Ну как он даже не может определить, в каком теле он находится. Понимаете? Нет, Истец определился. Не обсуждаем мы с Вами это. Все. Давайте мы с Вами воздержимся от комментариев. Хорошо. Ребенку со мной очень хорошо. У нас все условия есть для жизни. У меня у нас двушка, хрущевка, две комнаты. У ребенка комната, у бабушки комната у меня, значит. У нас отдельные комнаты. Но Истец называет это клоповник, как она говорила. Клоповник. Это разве клоповник? Извините. 36 квадратов метров. Что Вы можете ребенку дать? Вы лучшей жизни не видели. Я хочу сказать, что она просто истится. Я не могу. Простите, пожалуйста, но на протяжении достаточно длительного времени я могу с Вами согласиться, что Вы ничего не знали о рождении ребенка. Да Вы этого не знали. Но простите, пожалуйста, в общем, не очень молодой женщине, которая столько времени воспитывает Вашего ребенка, ну, наверное, мне так кажется, что у нас ответчица заслужила несколько других слов. Пожалуйста. Так, я вот и говорю, что квартира есть, что еще нужно? Я, видите ли, мало 36 квадратных метров. Да у нас в общежитии уже по 4 человека в одной комнате. А я 36 квадратных метров мало. Ну, давайте вспомним, что во время войны жили в землянках. Ну и что? Нет, я просто говорю, что условия-то у нас есть, понимаете? Вот я сравню условия. Я поняла, есть условия. Дальше. У Вас условия из 50-х годов. Есть. Ну, какие есть. Ну, что теперь делать? Ваша честь. Извините, Ваша честь. То есть денег нам хватает. У меня пенсия. У меня приличная пенсия, московская пенсия. Потом я опекунский еще получаю. Вот. А если установить отсутствие, так я подам на алименты. Это справедливо. И у нас будет, и мы еще лучше будем жить. Это справедливо. Вопрос, что писать в исполнительном листе, а так вообще справедливо. Да. Потом, знаете, она говорит, здоровье там нет, да? Ну, хорошо, я согласна. Здоровье не очень. Ну, у меня соседи золотые. Это лучше родных. Вот одна соседка-пенсионерка, бывшая педагога, она на фортепиано преподавала. Другая швея. Они мне всегда помогают. И говорят, да мы вырастим этого ребенка. Настоящий мужчина. Мне это не так, как переделок. Пожалуйста, я прошу вас, воздержитесь от оценок. Мне интересно. Вы почему-то обижаетесь, когда вашу квартиру называют не очень хорошим именем, но почему-то считаете возможным обижать истицу. Ваша честь, можно я спрошу? Сколько вашим подругам лет? Подруге моим? Да. Ну, чуть поменьше. А вам сколько? Чем мне. А зачем вам это знать? Потому что уже скоро отправитесь на тот свет. Судья просит. Истица. Органы опеки. Будьте добры, пожалуйста. Ваше заключение через судебного пристава вы передаете. Так, что у нас скажет государство? Государство, говорите. Ваша честь, ну, по данному делу, даже если будет признано отцовство, что, в принципе, доказывает экспертиза, за мужчиной, которым раньше являлась истица, органы опеки будут против, если ребенок будет передан нашей истице. Почему? Потому что это противоречит интересам ребенка. В первую очередь, он воспитывался с бабушкой с самого своего рождения. Да. Мальчик воспитывается, ну, в традиционном духе семьи. Он растет благополучным, не хулиганит, он занимается в различных секциях, не чувствует никакого недостатка в чем-то. У бабушки действительно пенсия, хорошие опекунские, плюс квартира со всеми удобствами. Опять же, помогают соседи. Но есть еще такой момент. Если сейчас ребенка передать на воспитание истицы, мы, как органы опеки, уже не сможем наблюдать за его дальнейшей судьбой, поскольку ребенок будет вывезен за границу. И бабушка вообще будет лишена возможности общаться со своим внуком. Потому что вряд ли еще раз наша истица вернется в Россию, здесь родственников у нее больше не осталось. Понятно. Скажите, пожалуйста. А что ты можешь дать ребенку? Скажи, пожалуйста. Я пока разговариваю с органами опеки. Извините. Счастья. Если сейчас будет установлено биологическое отцовство и будет внесена запись свидетельство о рождении, есть свидетельство о перемене имени. То есть, в принципе, вы будете все время доказывать везде, что вы имеете отношение к ребенку, показывая свидетельство о рождении, где вы будете вписаны отцом с мужским именем. И дальше свидетельство о перемене имени, где вы будете указаны с женским именем. И если я еще способна в этом разобраться, то согласитесь, что в каких-то там определенных государственных структурах даже разбираться никто не будет. У меня вопрос. Фраза, да, которая должна быть обязательно в решении суда. Но при этом опекун не имеет права чинить препятствия в общении с ребенком. Правильно? Ну вот это как вы себе представляете органы опеки? Вы знаете, все дело в том, что ребенок с детства знает, что его мама и папа мертвы. И что у него как бы есть только бабушка. Как сейчас объяснить ребенку, что у него появилась вторая мама или какая-то сторонняя тетя или еще кто-то либо из родственников? Но, ваша честь, согласитесь, это достаточно проблематично. А если ребенок со временем еще и узнает, что это совсем ни мама, ни тетя, ни какой-то достаточно близкий человек, да, а это еще и папа, ну, сложно себе представить, какие могут быть последствия. Да психка ребенка просто разрушит. Опять же, мы не верим в ошибки природы. Мы верим в неверное воспитание. Будьте добры, пожалуйста, от комментариев вы задержитесь. Ладно, там про природу, про ошибки. Ваша честь, я не собираюсь на данном этапе быть матерью своему ребенку. Я понимаю, что психика у всех не железная. Нет, вот смотрите, вынуждены, я понимаю, что... быть просто дальней родственницей своему ребенку. И когда ребенок станет осознанно взрослым, я могу ему постепенно рассказать правду. Когда ребенок уже будет осознанно понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот 18 лет, когда ребенку... А вот у вас твои телеты! С ними разбирайтесь. Пошли сейчас. Так, суд удается на принятие решить. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, рассмотрев исковые требования в са возражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив представителей органов опеки и попечительства по существу и предмету заявленных исковых требований, рассмотрев все документы и доказательства, иск об установлении биологического отцовства суд удовлетворяет. и признает истицу как мужчины, которым была истица до смены пола, отцом ребенка. Суд указывает в актовой записи о рождении ребенка в графе отец мужчину, которым истица была до смены пола. В иске о возврате ребенка от опекуна суд отказывает. Суд устанавливает отцовство мужчины, которым была истица до смены пола в отношении ребенка умершей женщины, Потому что утверждение истицы, что отцом ребенка является мужчина, которым она была до смены пола, подтверждается представленным заключениями специалистов, которым установлено, что ваше отцовство составляет 99,99%, что является высшей степень вероятности. При таких обстоятельствах суд признает мужчину, которым была истица до смены пола, отцом ребенка и указывает мужчину в графе «отец» в актовой записи у рождения ребенка. Еще раз поясню истиции, что это происходит на основании того, что вы признаны биологическим отцом ребенка, то есть на момент зачатия вы были мужчиной, и поскольку это было 10 лет тому назад, то у вас все документы были выданы на мужчину, и, следовательно, суд будет вносить в актовую запись вас в качестве мужчины. После этого вы изменили пол и, соответственно, поменяли, как на основании свидетельства о смене имени, будут в дальнейшем изменяться все ваши документы. В свидетельстве о рождении в графе «мать», как была ваша дочь, она точно так же останется, в графе «мужчины», в графе «отец» будет внесено Агафонов Евгений Владимирович. Это вам понятно, естественно? Да, конечно. Основания для отобрания ребенка от опекуна и передачи вам на воспитание и проживание совместно с вами суд в нынешних условиях пока не находят. Суд при отказе в удовлетворении данного искового требования сходил из следующего. Органами опеки и попечительства были проведены обследования соответствующие. Орган опеки и попечительства считает, что у опекуна нормальные благоприятные условия для проживания. Органы опеки установили, что между вашим сыном и ответчиком сложились достаточно добрые, хорошие, открытые, доверительные отношения. Мальчик полностью бабушке доверяет. С учетом того, что ребенком и так пережита достаточно тяжелая травма по утрате матери, и также то обстоятельство, что ребенок так же, как и вы в течение 10 лет, не знал, кто является его папа. И родственники были... Ну, для ребенка сложилась картинка, что нет у мамы и папы сразу. Да, вот она для него такая картинка. Просто ваше появление сейчас, оно достаточно будет проблематично для ребенка. Он потеряется, понимаете? Вот он потеряется во всех этих обстоятельствах. С учетом того, что я несколько раз переспросила, вы все-таки хотите его воспитывать как мама? И я это прекрасно понимаю. Вы женщина, и, наверное, вы будете его воспитывать как мама. Знаете, вы пока о ребенке думаете достаточно абстрактно. Вы с ним ни дня не жили, ни одной минуты вместе не проводили. Вы не знаете ни его желаний, устремлений, переживаний. Поэтому мне кажется, что нужно вам обратиться в органы опеки, чтобы они вам помогли, они вам выделили соответствующего специалиста. Вы вместе изучите ситуацию, вы выстроите ее каким-то образом, и тогда уже можно будет решать. Вот пока я считаю, что это не своевременная постановка вопроса. Не своевременная. Это, знаете, такая очень сложная ситуация. Потому что, с одной стороны, если бы вы мне сказали, я хочу воспитывать его как папа, я бы сказала, вы не можете, вы женщина. С другой стороны, вы говорите, я буду воспитывать его как мама. Но вы не мама, вы папа по документам. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, но я не могу его воспитывать как папа. Потому что я уже как мама. Да. Как мама тоже не можете. Вы папа по свидетельству о рождении. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Я не могу сказать, что я довольна или недовольна, но я буду нанимать адвоката с международными правами, чтобы он занимался именно отделом пикунов. Я довольна решением суда. Я лишний раз убедилась, что у нас справедливая суда. Нельзя отдавать детей перевертышкой. Психику детей портить. Оно и есть оно. Ни мужчина, ни женщина. Субтитры подогнал «Симон»